Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидей. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Сегодня у нас в гостях о целебной кулинарии известная певица, телеведущая Оксана Афанасьева. Очень приятно видеть вас. Спасибо большое. Я знаю, что вы долгое время занимаетесь и продолжаете заниматься вегетарианством. Что оно вам дает и почему вы к этому пришли? По убеждению нельзя там зайчика заколоть или же, или же как-то другое. Геннадий Петрович, мне безусловно жалко животных, но не кушаю я мясо животных и птиц, совершенно по другим убеждениям. Будучи беременна, у меня был токсикоз. Все очень банально объясняется. Дочка. Дочечка сколько лет? Да, ей уже 19-й год и, соответственно, вот такое количество лет я не кушаю мясо. Не кушайте мясо. Мне не сложно было от него отказаться, не было желания, не, ну, возможно, там первый месяц-два еще как-то где-то, особенно если друзья устраивали выезд на шашлыки, естественно, этот сам запах, приходилось чуть-чуть держаться. Но вот как только я переборола это в себе, я сейчас смотрю на мясо как на продолжение тарелки, у меня даже нет такого ощущения, что это можно есть. То есть просто как вот атрибут, который вот... А как вы перебороли это? Вот как перебороли? Как это понять? Нет, ну, нет, может быть, я не так сказала перебороли. Знаешь, у меня во мне какая-то такая борьба была жуткая. Нет, это на самом деле просто один раз, возможно, там два сказала себе, вспомни, что будет, если ты это съешь, и все. И произошло отвыкание. Да, совершенно, полнейшее отвыкание. Изменились пищевые привычки, потребности? Пищевые привычки, ну да, наверное, изменились, потому что пришлось вот этот недостаток мяса в рационе замещать чем-то другим. А вот чем другим вы стали замещать? Я очень любила орехи. Орехи? Да, соевые продукты. Люблю очень спаржу. Спаржу? Да, очень люблю. Там хоть не так много белка, но тем не менее есть, да? Да-да, ну, чисто интуитивно. Так, что же еще? Люблю, вы знаете, вот бобовые люблю. И бобовые это фасоль, горох? Да, фасоль, горох. Как вы их любите? Хорошенько, чтобы они были разварены или... Нет, я за правильное питание, я за правильное питание, как минимум тепловой обработки, вот. Но, естественно, не до такого состояния, когда приходится тут жевать это все. Ну, довольно-таки комфортное разжевывание пищи. А, вот так? Да. Но их тогда надо тщательно жевать, потому что они, как бы сказать, считаются газообразующими такими продуктами. Ну, вот как-то у меня это все... Нормально. Организм справляется. Ну, я вижу, вы прекрасно выглядите. Спасибо. И вот, что хочется еще вас спросить. Вот, что вы почувствовали, когда вот перешли? Ну, ясно, вы говорили о том, что некоторая борьба была, чтобы там мясо там не есть. А вот другие продукты, хлеб или еще что-то. Потому что не только мясо вызывает токсикоз, а токсикоз вызывает там, допустим, ну, могут быть и конфеты, и печенье, и торты. Нет, 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 все это продолжаю есть, причем, не знаю, возможно, вы мне не поверите, но в неограниченном количестве. Вот могу и на ночь тортик съесть, это на самом деле правда, вот, клянусь вам. Единственное, что вот хлеб, по поводу хлеба, стараюсь его есть как можно меньше. Вот люблю кондитерские, сложные там какие-то изделия, там торты, конфеты, вот это все. А вот то, что касается хлеба, очень-очень-очень мало, и особенно в первой половине дня, и то он какой-то с семечками, и весь такой вот рубях, и немного. Грубого помола. Да, очень грубого. И смотрите, теперь очень важно, чтобы мы понимали, потому что Оксана говорит, я там и то люблю, и, как бы сказать, обыкновенное питание, А вот в процентном отношении рациона, сколько у вас зелени уходит в течение дня? Допустим, 50% больше, меньше, это важно? Прямо математическая задачка с многими интересными. Ну, во-первых, я, как это называется, лактовегетарианка, да, которая употребляет молочные продукты. Ага, хорошо, молочные продукты. То есть это уже рыбу обязательно. Рыбу. То есть раз, два раза в неделю я обязательно съедаю рыбу. Это просто вот как закон. А вот овощи и фруктов? Овощи и фруктов, это уже по необходимости и по желанию. Вообще я ем то, что мне хочется. Вот что я хочу, это я ем. Так, и хорошо, процент, наверное, вы так не смогли определить. Я даже не знаю. Ну, примерно на 30-40. Наверное, 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 наверное. 30-40 примерно. Ну, можно назвать вас вегетарианкой. Спасибо. Потому что лактовегетарианка. Все это официально подтверждено. Я лактовегетарианка. Вот, хорошо. И еще такой вопрос. Вот, когда вы перешли на это питание, насколько улучшилось ваше внутреннее самочувствие? Больше энергии стало? И вы почувствовали, что, возможно, и меньше как-то косметики надо на лицо наносить? И как-то процессы старения замедлились? Вот что-нибудь в этом отношении скажете? И да, и когда вы себя чувствуете наиболее комфортно зимой или там летом? Много вопросов. Да, вопросов много, но, наверное, да, по порядку. Естественно, я стала себя чувствовать лучше, хотя, не знаю, не хочу жаловаться. Я всегда прекрасно себя чувствовала. Как кишечник нормальненько работает? Все в порядке. Единственное, что вот после родов хочется всегда выглядеть хорошо. Поэтому, наверное, вот, ну, мало того, что я мясо перестала есть, я стала еще как-то вот стараться, ну, не то, что вернуться в прежнюю форму, ну, даже, возможно, и улучшить ее. Вот, поэтому, соответственно, я стала задумываться над этим. Ну, там, почаще на весы вставать и на ночь не кушать. То есть вот был такой у меня период. Естественно, там, в 20-25 лет, когда там говорят комплименты, как ты прекрасно выглядишь, это воспринимается, ну, как в порядке вещей. Когда это говорят в около 40 лет, это уже, это уже, ну, как бы, да, ну, значит, неплохо. Я, как бы, со своим организмом обходилась, наверное, значит, он мне благодарен и отвечает взаимностью. Отлично. А вот у нас имеется болгарский перец. Как вы к нему относитесь? Если честно, не очень. Не очень, да? А вы знаете вообще, вот откуда болгарский перец взялся? Ну, по названию, скорее всего, из Болгарии. Самое удивительное, что он у нас взялся не из Болгарии, а он пришел из Америки. И, кстати, он там растет, как сорняк. Вот. Обыкновенный сорняк, который... Который не нужно не культивировать, он сам по себе растет. Не надо не культивировать, а у нас вот представляется таким вот ценным продуктом. И ценится он, знаете, за что? За то, что, не за то, что он там красный, там зеленый или там желтый. Вот. Ценится он за то, что он содержит довольно-таки большое количество жизненно важных биологических элементов. Особенно, знаете, что в нем витамина С больше, нежели в лимоне. Это я знаю. Знаете, да? Да. Хорошо. А вот как раз, знаете, вот теперь дальше, для того, чтобы красота тела была, красота волос, красота ногтей, кожи, перец очень большое значение играет. За счет того, что в нем содержится такой микроэлемент, как кремний. Вот. Этот микроэлемент кремний как раз дает нам нагадки хорошие. И более того, он делает эластичность, дает эластичность нашим сосудам. Вот это немаловажно. И для того, чтобы сохранить здоровье на долгие годы, наши сосудики должны быть эластичными. Хорошо работало сердце. Вот. Поэтому кремний здесь имеется в таком изобилии. И, кстати, знаете, где больше всего содержится вот этих вот биологически активных веществ, как вы думаете? В каком цвете? В перце какого цвета? Нет. Вот если так взять перчинку. Но я знаю, что кожицу иногда даже снимают. Значит, судя по всему, в ней не так много, сколько в мякоти. Нет? Ошибаюсь? Но иногда шпаривают перец, я знаю, и снимают кожицу. Кожицу снимают, да? Да, чтобы приготовить. А, кстати, именно в кожице содержится больше всего микроэлементов. Вот так вот. Поэтому не особо не снимать надо. А что еще? Мякоть едите? Ну, нет, ну я стараюсь не есть, потому что я как-то вот к ним, скажем, да, так. Хорошо. Оказывается, вот видите, вот эта серединка, вот они, белые вот эти перегородочки, и семена содержат больше всего биологически активных веществ. А каким образом можно есть семена? Обычно их, наоборот, стараются вытащить. Ну, мы с вами съедим семена вообще-то, съедим. Но сначала я хочу, чтобы мы с вами сделали такое блюдо, запеченный перчик у нас, как бы, на гриле. Но для того, чтобы он хорошо у нас пошел, к нему мы сделаем еще и майонезик. Потому что все блюда в целебной кулинарии, она должна быть и вкусная, и полезная. Поэтому невкусный продукт наша задача превратить во вкусный. А майонез, как известно, спасает любую хозяйку. Правильно. И мы с вами сделаем такой вот простенький майонез. Мы берем с вами вот. А, то есть не в том понимании промышленном. Да, мы будем делать все сами. Чтобы здесь не было ни консерванта, ни всего такого. А пока мы будем делать с вами майонез для наших перчиков, я включу плиту. Пускай она пока нагревается. И начнем. Оксана, желаешь помочь, да? Конечно. Смотри, тогда берешь эту чашечку, выливаешь это сюда. То есть под вашим чутким руководством? Да, да, да. О, вот вылила. Обычно соус делается с чесноком, с луком, жучие свойства, возбуждает аппетит, хорошо идет пищорение. Но запах. Запах он останавливает, да? А что мы можем использовать? Я как вижу, это имбирь, корень имбиря. Вот, корень имбиря. Ты как раз сюда вылила. Опа. А вместе смешивается имбирь и чеснок, иначе они просто отбивают, да, наверное, свойства друг друга? Ну, можно смешать имбирь и чеснок, но зачем? Опа. Я даже не знала, что в выжатом состоянии он имеет такой цвет, на фоне белого, прям такой. Да. Интересно. Интересненько. Запах какой пошел. Вот. Запах благородный. Да, мне кажется, уже от одного запаха происходит что-то. А вот это очень интересно отметить. А что именно происходит от запаха? Ну, не знаю, но тоже, наверное, какая-то, ну, такая вот, ну, не активность, как это объяснить, ну, тонизирует, например, меня. Правильно, как запах тонизирует, запах улучшает пищеварительные способности, запах улучшает восприятие, запах улучшает умственные способности. Поэтому имбирчик всегда надо кушать. И, естественно, его боятся микробы. Сразу микробы у нас. Особенно сейчас, в зимний период. Да. Значит, это у нас готово. Отставим. И теперь будем нарезать перчик. Так. Кстати, вот эту кочерыжку мы не выбрасываем, потому что в ней много биологически активных веществ. Мы ее съедим. Съедим. Да вы что? Не знаю. Начинаете первым так. Я посмотрю. Хорошо. Я думаю, что мы ее съедим вдвоем. Так. И желтым подбавим. Так, мы берем желтенький. Все-таки еда тоже создает настроение, и цвет еды немаловажен. Согласитесь. Правильно. Зеленый цвет у нас как раз успокаивает. И вообще, когда человек сам готовит, у него уже выделяются запальные желудочно-кишечные соки. А, готовить надо в хорошем настроении. А настроение как сейчас у вас хорошее? Как вы думаете? Настроение просто шикарное. Ну, это самое главное. Настроение шикарное. Так, так. Опа, еще. Вот. И все. Мы кладем перчик на нашу сковородочку. Он совсем недолго должен томиться, наверное, да? Прям совсем чуть-чуть. Выкладываем. Чуть-чуть маску. И все это мы поджариваем. Все, выкладываем перчик. Один есть у нас. Геннадий Петрович, я смотрю, у вас здесь рядом с петрушкой и кинзой есть. Давайте, может быть, я ее порежу? Я ее обязательно. Не, не, не спорчу, ничего. Все, нет, 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 нет. И вот теперь еще красненьком сделаем. Хорошо. А вот как правильно выбирать зелень? А вот правильно выбирать зелень надо, чтобы она не опадала. Как только она начинает вот так вот опадать сюда, это говорит о том, что она уже завела. Выключаем. Оп, прикладываем еще один. Вот у нас. И... В свое время София Ротару открыла секрет своей молодости, красоты. Вот я сейчас, когда нарезала зелень и смешивала это все с йогуртом, я поймала себя на мысль, что это примерно то самое, о чем рассказывала она. Нужно взять любой небольшой жирности кисломолочный продукт, ряженка. Можно смешивать. Огур, да, натуральный, да, маленькое процентное, ну, маленькое процентное содержание жира. Но самое идеальное, мне кажется, мацони. Но это мне лично по вкусу пришлось. Мацони более кисленькая такая. Ну, может быть. Мне это пришлось больше по вкусу. И, значит, нарезать также вот петрушку. У него петрушка, по-моему, фигурировала, да. Но мне нравится и петрушку, и укроп туда мелко. Короче, вот эту зелень вместе смешать примерно до такой вот консистенции. Если понимать, что это полезно, то, наверное, становится вкусно. Но мне вкус нравится. Не знаю, как. Мы сделаем и вкусно, и полезно. Итак, будем пробовать? Давайте. Вы сейчас вернете мне любовь к перцу. Этим блюдом. Ну, это не обязательно этим блюдом, а вот другим точно. Давайте я желтенький попробую. Ну, как вам? Вкусно? Лодочка какая. Ну-ка. Вкусно? Это на самом деле очень вкусно. Живем хорошо. Еще добавки. Как видите. Добавки. И очень важно, что его хорошо использовать и беременным женщинам. Потому что надо сохранить все микроэлементы, ну, будем говорить, всю красоту, не отдать. И чтобы поделиться, да, поделиться с ребенком, и чтобы у тебя осталось ее. Чтобы у тебя осталось, да. Оксана, я еще, когда готовился к передаче, дополнительно подготовил информацию о болгарском перце. Оказывается, он еще помогает снять депрессивное состояние, побороть депрессию. Вот, благодаря тому, что, это уже, как ты говорила, благодаря тому, что цвет продукта. Да, да, настроение повышает. Сразу поднимается настроение. Потому что депрессия есть не что иное, как подавленное настроение. А вот такой вот перчик, который мы съели, он как раз будет его повышать. Очень полезен этот болгарский перец еще и людям умственного труда. Питание мозга. Будешь лучше песни запоминать. И что еще важно отметить, что разжижается кровь. Потому что, если имеется склонность к тромбообразованию, кровь будет более жидкая, более снабженная правильными микроэлементами. И уже за счет этого у нас повышается иммунитет, укрепляется организм. Часто обаялешь простудными заболеваниями? Нет. Нет, а ты знаешь, благодаря чему? Главное тому, что в свежей пище содержатся биологически активные вещества, которые тебя укрепляют. Вот мы думаем, что если что-то мы съели вареное, то это будет хорошо. Нет, хорошо это только для нашего живота. Там мы наелись, пузо полное, а здоровья особо нет. А для того, чтобы у нас было здоровье, значит надо, чтобы все это было более-менее свежим. И чтобы мы с вами употребляли примерно свежего около половины за день. Я работаю на двух сайтах генеша.ру и малахов.про. Последний сайт малахов.про полностью мой. Здесь имеется библиотека моих книг. Выставлено более тысячи статей для бесплатного чтения по ведению здорового образа жизни. Здесь вы можете подписаться на мою интернет-газету Малахов.про, которую я сам регулярно издаю со второй половины 2010 года. Здесь же находятся и видео моих лекций, передачи «Целебная кулинария». Все это для вас. Заходите, смотрите, пользуйтесь. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была «Целебная кулинария». До новых встреч!